Читальный зал городской библиотеки собрал для общения участников социального проекта «Народная память Манчегорска». Старожилы города и молодежь собрались вместе, чтобы пообщаться и обсудить проделанную работу. Первый этап, то есть организация краеведческих экспедиций, достаточно яркие, интересные, познавательные события в жизни манчегорцев, которые в дальнейшем, надеюсь, вызовут интерес к дальнейшей деятельности по проекту исследовательской работе по истории рабочих поселков Манчегорска. Фотографии наглядно рассказывают о той, казалось бы, уже далекой истории города. Но все же воспоминания старшего поколения добавили в атмосферу общения определенного колорита. На 32-м километре когда-то был поселок Травяной, где протекала своя особая жизнь. «В поселке у нас мы с ребятами еще играли, игры всевозможные, футбол, у нас свое футбольное поле было. Это с ребятами, это с тростников играли, с мончей, с городскими ребятами. Ну, такое неофициальное соревнование было у нас. Играли в городки, штандеры всякие, скакалки, все это всевозможное. Что самое интересное, что в поселке у нас ребята не курили». Участниками проекта «Народная память Мончегорска» стали не только старожилы, проживавшие когда-то в рабочих поселках, но и школьники, для которых участие в краеведческих экскурсиях по поселкам – это замечательная возможность прикоснуться к истокам становления любимого города. «Я участвую в проекте «Народная память Мончегорска» и мне запомнился из всех этих поездок Монча. В этом поселке я не знала, что была первая школа, это спортивная школа. Не знала, что там был причал, не знала всяких улиц таких разных». Во время презентации шел интересный диалог и оживленное общение между молодым поколением и старожилами города. Как говорится, одним было, что спросить, а вторым, что ответить. Проект «Народная память Мончегорска» обязательно продолжится. «Проект будет завершен уже в 2015 году. В рамках проекта будут проведены передвижные фото-выставки, на которых будут представлены фотографии как прошлого века, 30-х годов, то есть демонстрирующих то, как строился город Мончегорск, так и современных. А также будет издан сборник воспоминаний старожилов города, и туда будут включены исследовательские работы школьников, которые принимали участие в проекте об истории рабочих поселков Мончегорска». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!